В России все более актуальной становится истина. Рожденный ползать, летать не сможет. Авиакомпания «Аэрофлот» скрывает реальное состояние своего авиапарка. Вероятно, недалеки те времена, когда российским пассажирам будут выдавать парашюты. Так, на случай, если самолет будет разрушен облаками. Один из самолетов «Аэрофлота» в прошлом году отправился в рейс без полного комплекта кислородных баллонов. А командир судна не внес эту информацию в бортовой журнал, сообщает издание «Проект». Старшие бортпроводники, по данным журналистов, теперь пишут в бортовой журнал о дефектах только после голосования с командиром борта. Таким образом, в случае небольшой поломки самолет не отправит на ремонт, и он будет выполнять рейс. Проект пишет, что «Аэрофлот» снизил требования безопасности из-за западных санкций. Так, ограничения повлияли на качество обслуживания самолетов. Если раньше их отправляли на техосмотры в западные страны, то сейчас, в лучшем случае, в Иран. В самой России условий для глубокого осмотра лайнеров нет. Еще одна существенная проблема — отсутствие запчастей, которые в страну больше не ввозят из-за санкций. Эту проблему российские авиакомпании пытаются решить с так называемой каннибализацией, а именно разбирают свои же лайнеры на запчасти. Либо перевозчики закупают запчасти неофициально, у третьих сторон. Однако, как пишет проект, далеко не все ввезенные в Россию детали новые. Большую часть из них сняли с других зарубежных самолетов. Сайхан Сенсаев. Настоящее время. А тем временем в Раше завершился конкурс на худший туалет. Победу одержали сразу несколько учебных заведений, которые получили от спонсоров наборы бытовой химии. И это смешно, потому что сами учебные заведения выглядят не лучше, чем туалеты в них. Поэтому с уверенностью можно сказать, что самый ужасный туалет — это едва ли не вся Раша. За худший туалет надо было голосовать сердцем, ну то есть сердечками. У кого больше лайков, тот и получит приз в виде ремонта уборной за счет компании Доместес. Чтобы принять участие, в конкурсе было достаточно загрузить фото школьного санузла на сайт, указать номер учебного заведения и выяснить, сколько лайков получит снимок. Выбрать единственного финалиста оказалось действительно сложно. На фотографиях, которые присылали дети и педагоги, были даже не туалеты, а то, что на языке госзакупок мелодично называют «чаши генуя» в переводе на русский «дыра в полу». Причем отверстия друг от друга часто ничем не отгорожены. Ни стен, ни дверей, ни даже крючков для туалетной бумаги. Ну а пока одни определяют худший туалет, другие решают на туалетах нажиться. И речь не о платных уборных, а о депутатах Госдумы Раши, которые ввели новые штрафы за некрасивые дачные уборные. Все остальное в Раши, видимо, красиво. Осталось только отхожие места приукрасить. Ситуация настолько обострилась, что разъяснять туалетные законы в Раши приходится даже юристам. Какие штрафы грозят за неправильный туалет и канализацию? От 10 до 20 тысяч рублей за нарушение режима осуществления деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. От 3 до 5 тысяч рублей за порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления. От 1 до 2 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении и обработке отходов производства и потребления. Кроме того, если из-за нарушения нормативов установки туалета или канализации стоки будут попадать на соседний участок, его владелец может через суд добиться принудительного сноса или переустройства такого сооружения, а также взыскания всех причиненных этим убытков. Куда же ходить в туалет, если туалета нет? Хорошо знают в Чите. В Чите есть несколько микрорайонов с бараками 40-х годов, в которых просто нет туалетов и канализации. То есть людям эти отходы попросту некуда девать. Я вот 25 лет, я в туалет ни разу не ходила. У нас нигде в туалет ходить. Я боюсь, что я провалюсь. А ну смотри, у всех дома вот такие ведра, да, которые вот как унитазы? Биотуалет. А, биотуалет. Ага. Ну в основном это все ведра ходят. Те, кто может себе это позволить, устанавливают дома биотуалеты. Остальные пользуются ведрами. Еще раз, в 21 веке люди в краевом центре ходят в туалет ведра. А тем временем в Перми открылся новый тип кофеин – банчу-кофе. Здесь готовят кофе на грудном молоке. Банчу-кофе, кофе на натуральном грудном молоке. То есть это питательное молоко. Кофе на нем получается особенным. Мы поставили в ценник достаточно большой, 650 рублей. Для Перми это достаточно много. В среднем за день получается около 45-50 стаканчиков на всех треточках. Я недавно в декрете и увидела в контакте объявление, что требуется много грудного молока. А у меня его как раз много. Ребенок и так наедается. И я решила, в общем, вы не позаработаете. Но Раша была бы не Рашей, если бы не нашлись обиженные. На владельца кофейни тут же написали заявление в Роспотребнадзор. И уже вскоре молодому человеку пришлось извиняться и рассказывать, что никакого грудного молока он никогда не использовал. Хотели сделать видеоклип, шутку, но что-то вышло из-под контроля. Кто-то тут мимо проходящий на крохолях сфоткали плакат, который мы повесили для съемок. И все, и полетело, полетело. И мне ничего не оставалось, кроме как. Только кроме как кто поддержать, раз уж такой шум пошел. А Рашистская православная церковь тем временем утвердила молитву для безработных. Текст молитвы довольно короткий, и это понятно. Безработные денег не приносят, поэтому быстренько прочитали и на работу. Подаяния сами себя не заработают. Но, как говорится, каждый зарабатывает как может. В Петербурге, например, школьник решил продать свою учительницу. О чем разместил объявления на сайте бесплатных объявлений. Педагога оскорбила слишком низкая указанная стоимость. С тем учительница и отправилась в полицию. А другие жители Раши считают, что заработать можно на услуги гармонизации объема губ. Приехали на такую прекрасную локацию. Друзья, если вы хотите быть такими же гармоничными, как эти горы, записывайтесь на гармонизацию объема губ. А это Сахалин. Один из богатейших регионов России. Здесь местный фельдшер приехал на вызов и решил заодно провести рум-тур. Идешь такой на Сахалине на вызов. Заходишь. Выходительный подъезд. Что это? Ну, короче, как-то так. К новостям культуры. Женщина Ольга Бузова, которая считает себя певицей, решила поразить поклонников своими умственными способностями. Как говорится, не будем даже комментировать цитаты самых высоких умов Раши. Сейчас задумалась, чтобы эту работу не было. Продолжение следует... Потому что когда нет выхода, есть только вход. А мы приехали в новое местечко. Я вам уже говорила, что сегодня у меня уникальная возможность отдохнуть. Потому что завтра микровыходной и до конца лета... Творение – сила. Виолетовые – это творческие люди. И многие... Ну, очень хорошо. Виолетовые люди любят с Виолетовым светом, но именно имеют в виду творческие люди, которые смотрят в мир. По-другому, да. Очень красиво. Так, а как вам махнатое кресло? Воистину, умом Россию не понять. Но уровень IQ этой страны вполне понятен. Мы, блядь, не пропали. Не пропадем. Да, блядь, дорогу знаем. Блядь, на коленях проползем. Блядь, не пропали.